Что лечит чай каркаде и кому категорически он противопоказан. Гибискус, съедобное цветущее растение, произрастающее в некоторых частях Африки и Азии, хотя его также культивируют в Мексике и Центральной Америке. Вопреки распространенному мнению, часть растения, которую можно есть и пить, это не лепестки, а скорее чашечки цветка. Гибискус, также известный как розела, щавели зоба, чаще всего употребляется в виде чая. Чай каркаде готовят путем замачивания красных высушенных чашечек растения в холодной или горячей воде. Однако высушенные чашечки также широко используются в кулинарии, от приготовления сиропа и варенья из гибискуса до веганских тако. Сушеный гибискус также можно использовать для придания вкуса и цвета напиткам. Эти красные чашечки, найденные под налетом, содержат высокую концентрацию антоцианов, красно-синего пигмента с антиоксидантными свойствами, который придает гибискусу довольно глубокий красный цвет. Гибискус обладает освежающим цветочным вкусом, в котором сочетаются фруктовые, терпкие и сладкие нотки. Некоторые люди сравнивают вкус гибискуса со вкусом клюквы, но с цветочным оттенком. Чем полезен и вретен чай каркаде. Хотя чай из гибискуса не богат витаминами и минералами, он довольно богат антиоксидантами, называемыми полифенолами, особенно антоцианами. Энн Данахи Эрдак, зарегистрированный диетолог из Скоттсдейла, штат Аризона, и владелица Craven Something Healthy, говорит, что антиоксиданты в чае из гибискуса в значительной степени объясняют великолепный красно-фуксийский цвет чая и многочисленные преимущества для здоровья. Хотя чай из гибискуса не заменяет лекарства исследования, связанные с этим успокаивающим напитком, интересны. Содержат противовоспалительные свойства. Зарегистрированный диетолог Келси Лоренц отмечает, что антоцианы связаны с профилактикой диабета и обладают мощным противовоспалительным действием. Кроме того, антоцианы известны как потенциальные антиангиогенные агенты. Антиангиогенные средства препятствуют образованию в организме новых кровеносных сосудов, питающих злокачественные клетки кислородом. Может снизить уровень липидов в крови. Липиды вашей крови состоят в основном из трех компонентов. Холестерин ЛППБ, известного как плохой холестерин, холестерин ЛППБ, известного как хороший, и триглицеоридов, которые могут увеличить риск сердечных заболеваний. По данным Стэдпи Орлс, дислепидемия – это состояние, которое может привести к сердечным заболеваниям и характеризуется дисбалансом холестерин ЛППБ, холестерин ЛППБ и триглицеоридов. В обзоре терапевтического использования гибискуса за 2018 год, опубликованном в журнале Biomedicine and Pharmacotherapy, отмечается, что экстракт гибискуса снижает уровни ЛППБ и триглицеоридов, не влияя на уровни ЛППБ. Потенциальное влияние гибискуса на снижение уровня липидов в крови может положительно повлиять на ожирение печени. Может снизить кровяное давление. Чем полезен чай каркаде для женщин? По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, высокое кровяное давление, в медицине известное как гипертония. Как следует из названия, гипертония вызывает повышение артериального давления в артериях, создавая чрезмерную нагрузку на сердце и увеличивая риск сердечных заболеваний и инсульта. Традиционно цветок гибискуса использовался для снижения артериального давления. Исследования показали, что экстракт гибискуса можно использовать при гипертонии легкой и средней степени тяжести. Может помочь с уровнем сахара в крови. Хронически высокий уровень сахара в крови может привести к повреждению почек, печени и зрения, а также к другим проблемам со здоровьем. Исследование, опубликованное в 2022 году в Pharmaceuticals, показало благотворное влияние чая каркаде на уровень сахара в крови. Однако необходимы дополнительные исследования, чтобы быть уверенным в связи. Возможные побочные эффекты. Кому нельзя пить чай с каркаде? Гибискус считается безопасным при употреблении в умеренных количествах в чае. От двух до четырех чашек в день. И пищевых продуктах. Однако доктор Кристин Драйер сообщает, что высокие дозы могут вызвать токсичность. Драйер также отмечает, что гибискус может взаимодействовать с некоторыми лекарствами, особенно с теми, которые используются для лечения высокого кровяного давления или диабета. Лоренц также рекомендует избегать употребления гибискуса во время беременности и кормления грудью, а также перед операцией из-за его эффекта снижения артериального давления. Кроме того, имейте в виду, что гибискус может оказывать мочегонное действие на организм, что в избытке может привести к обезвоживанию организма.